Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Сегодня». С вами Ирина Кусраева и вот главная тема дня. С вами Ирина Кургаза. Сотрудники ГУП «Энергоресурс» восстановили поврежденную опору линии электропередачи. В республике возобновлена подача электроэнергии. Осторожные клещи. Каким последствиям могут привести укусы паразитов и как обезопасить себя? Экономические возможности республики, а также представлению гостинских производителей. Южная сеть примет участие в Кавказской инвестиционной выставке в Минеральных водах. На площадке Минвода и Экспо наша республика представит свою национальную экспозицию. Это прекрасная возможность для производителей проявить себя, в том числе и для начинающих предпринимателей. Выставку мероприятия деловой программы посетят более тысячи гостей. Вопрос участия нашей республики был проработан по поручению главы государства. Процесс подготовки к ней сегодня обсуждался на совещании, прошедшем под руководством Алана Гоглоева. Подробности далее. Первая Кавказская инвестиционная выставка пройдет в мае в Минеральных водах. Обширная деловая программа включает различные мероприятия. И подобные выставки позволят привлечь инвесторов в регионы Северного федерального округа. В числе участников Южная Осетия и Абхазия. Наша республика представит национальную экспозицию. Свыше 10 юго-осинских производственных предприятий покажут свою продукцию. По словам Замбулата Татаева, Кавказская инвестиционная выставка – это новая платформа для общения с бизнес-представителями. Уже сформирована делегация, все поручения президента учтены. Позиция полностью отработанная, согласованная. Мы можем даже показать, представить, что помещение в том числе имеет переговорное и для выставки продуктов, которые производятся в республике Южная Осетия. Торговый представитель Южной Осетии в Российской Федерации Таймур Азгогинов отметил, что на этой площадке мы расскажем об экономическом потенциале и покажем производственные возможности Южной Осетии. Очень отрадно, что у нас есть такая возможность очередной раз рассказать, показать о возможностях экономических республики и представить республику, представить наших производителей, ряд молодых предприятий, только делающих первые шаги. Для них такая возможность, такая реклама и такая узнаваемость, на мой взгляд, придает большие, более широкие шаги они смогут сделать. Прорабатывается вопрос участия в выставке 14 экспонентов. В частности, свою линейку представит двенадельная Иронсон, Кельский пивоваренный завод. Посетители смогут посмотреть и сувенирную продукцию. Кроме того, заявлено участие молодых предпринимателей. Переиздан был путеводитель, мы представим очень много информации по туризму, будет представлено на выставке. Также Министерством экономики тоже уже подготовлен, отпечатан большой буклет про инвестиционные площадки туристические. Поэтому будем работать и представлять помимо продукции, рассказывать о возможности инвестирования в Южную Осетию и ее конкурентные преимущества. На выставку планируют вывести сельскохозяйственную продукцию – мед и сыр. Возможность участия представлена всем юго-остинским предпринимателям. Они могут заявить о себе и принять участие в Кавказской инвестиционной выставке. Лена Газаева, Регина Черткоева, Ида Кочева. Информационный выпуск сегодня. Сегодня в Москве министр иностранных дел Южной Осетии Ихсар Джиоев провел ряд встреч. Глава внешнеполитического ведомства обсудил с послом Республики Абхазия в Российской Федерации Алхасом Квиценя перспективы дальнейшего укрепления традиционно дружеских юго-осетин-абхазских отношений. Также Джиоев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Южная Осетия Хесусом Рафаэлем Саласаром Велескесом. Стороны обменялись мнениями о возможностях дальнейшего развития и углубления отношений между Южной Осетией и Венесуэлой. Условились продолжить взаимодействие по вопросам, представляющим взаимный интерес. Сотрудниками ГУП «Энергоресурс» проведены ремонтные работы по восстановлению опоры и линии электропередачи. Она была повреждена в результате сильных дождей и повышения уровня воды в реке близ населенного пункта Хоцейдзоузского района. Из-за проводимых работ подача электроэнергии была приостановлена с 14 часов дня до 19.00. Электриками проведен демонтаж опоры. Рекой подмыло фундамент и опоры. Мы несколько раз приезжали, посмотрели. Вчера было принято решение на демонтаж опоры, установку новой опоры. Сегодня с утра установили опору бетонную. Сейчас мы проводим работу по демонтажу линии, потом демонтаж опоры и перенос на другую опору линии восстановления. Отключение у нас состоит из-за того, что рядом проходит 120 кВт-линия, которая идет в город. Северного портала на вынуждены, поэтому отключить тоже на время. Проводятся рейды по отключению злостных неплательщиков от сети газоснабжения. Сотрудники Гургаза в течение недели обходят домовладения. Крайние меры предпринимаются в отношении абонементов, сумма задолженности которых превышает 5000 рублей. Потребителям дается время для уплаты налогов. Более того, они могут их погасить поэтапно. Агунда Губозова расскажет подробнее. Злостных неплательщиков отключают от газоснабжения. Для этого задолженность должна превышать 5000 рублей. С прошлой недели работники Гургаза проводят рейдовые мероприятия. Перед тем, как отключить подачу голубого топлива, контролеры неоднократно напоминают абонентам об имеющейся перед поставщиком задолженности. В случае неуплаты долга потребителям направляют соответствующие уведомления. Если в течение 10 дней абонент не оплачивает свою задолженность, сотрудники газовой службы имеют право отключить его от системы подачи природного газа. На данный момент в черном списке оказались сотни неплательщиков, а общая сумма задолженности республики перед поставщиком энергоресурсов составляет более 400 миллионов рублей. У нас есть автор, без поставщиков. Мы два раза молчали от этого. Мы можем сказать, что мы не можем перебить, не можем перебить, не можем перебить. Мы постоянно перебить газ. Как рассказали в ведомстве, потребителям желательно не доводить дело до отключения системы газоснабжения. Согласно действующему порядку, услуга повторного подключения к коммуникациям платная. Отметим, что с 1 июля в республике ожидается повышение стоимости на жилищно-коммунальные услуги. В связи с этим задолженность придется погашать по новым тарифам. Кроме того, по словам Михаила Бетеева, неуплата коммунальных платежей влияет и на своевременную оплату труда сотрудников энергоресурса. Стоит отметить, абоненты, которые имеют задолженность, могут погасить ее поэтапно. Для этого в ГУП «Энергоресурс» разрабатывают специальный график оплаты долга на каждого абонента индивидуально. В Цхинвале прошел учредительный съезд политической партии «Ирефарн». В его работе приняли участие 105 делегатов, в их числе и представители от районов республики. Единогласным решением в ходе тайного голосования председателем партии был избран Хох Чочиев. Он отметил, что работа партии будет нацелена на развитие республики. «Главную цель, которую мы поставили перед собой, это ответственный подход к решению актуальных задач по развитию республики», – сказал Чочиев. Делегаты утвердили устав и программу, избрали руководящие и контрольно-ревизионные органы партии. «История создания этой политической партии очень проста. Простые партии и девушки из Южной Осетии, объединенные, любовь и пройденные, собрались и создают сегодня политическую партию. Название этой политической партии «Ирефарн» тоже, я думаю, что это не случайно, потому что «Ирефарн», понимание нашего общества – это не просто слова. И если это не просто слова, тогда у этой политической партии должно быть будущее. Можно говорить всегда громкие речи, можно говорить красивые слова, можно говорить лозунги. Я думаю, что сейчас это не место пока рано. Ну, скажу лишь только одно, что рядом с такими людьми надо встать и идти к намечнице». Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, действующая при столичной администрации, поставила на профилактический учет виновников драки в средней школе номер 3. Видеоизбиение учащимися своего одноклассника было размещено в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс. Во обстоятельствах произошедшего разбирался тел по делам несовершеннолетних УВД города Цхинвал. Были проведены профилактические беседы с участниками инцидента, а также родителями и преподавателями школы. Данный видеоматериал быстро по социальным сетям разлетелся. Это значит драка между учащимися одной из столичных школ. Собранный материал нами был направлен на комиссию по делам несовершеннолетних при администрации города Цхинвал. Было принято решение поставить участников данного инцидента на профилактический учет. К родителям также будут приняты соответствующие меры в виде официальных предостережений. Сегодня в Ленигорском районе спасатели МЧС возобновили поиски молодого парня, пропавшего 13 марта. 25-летний житель села Армаз Алан Черткоев ушел из дома и не вернулся. В сегодняшних поисковых мероприятиях были задействованы порядка 100 человек. В них приняли участие сотрудники поисково-спасательных частей города и Ленигорского района. От тела внутренних дел, а также волонтеры. Спасатели вновь обследовали местность и лесной массив от села Армаз до населенного пункта Циркул. Обследована большая площадь. К сожалению, поиски пока не дали результата. С наступлением весенне-летнего периода в Южной Осетии увеличиваются случаи укуса насекомых, в частности клещей. По словам аллерголога, они являются источником таких заболеваний, как клещевой вирусный энцефалит, а также лихорадка. Поэтому необходимо себя обезопасить, в особенности в период отдыха на природе. А как это сделать, узнавала наш корреспондент Яна Плеева. Все чаще в приемное отделение республиканской больницы стали обращаться жители республики с признаками укуса клещей. Количество вредителей увеличивается с повышением температуры воздуха, опасность которую нельзя недооценивать, говорит аллерголог Марина Маргиева. Симптомы проявляются в среднем через 10-14 дней после укуса. В нашей республике такая опасная инфекция, как вирусный клещевой энцефалит, не распространена, однако укус клеща может вызвать баррелиоз. Характерный признак заболевания – образование на месте укуса розового пятна, которое постепенно увеличивается в размерах и приобретает форму кольца с ярко-красными краями. На начальном этапе болезнь совершенно безобидна и почти никак не проявляется. Заболевание актуально называется болезнь Лайма, по-другому – баррелиоз. Передается зараженными клещами после укуса баррели и бактерии, которые, собственно, вызывают баррелиоз. Они со слюной содержатся в слюнных железах, они проникают в кровь организма. Она уже распространяется, эмигрирует по всему организму. Вот эта стадия вторая, она уже опаснее и дает намного больше клинических проявлений. Это может проявляться в виде когнитивных различных расстройств. Это может быть общая слабость, это снижение трудоспособности, наличие артритов. Вернувшись домой после отдыха на природе, необходимо внимательно смотреть себя. А до начала похода в лес или другую открытую местность закрыть по возможности все дело одеждой. Тем самым минимизируются риски того, что клещ доберется до кожи. Надо соблюдать элементарные правила для того, чтобы предотвратить укус клеща. Носить яркую одежду. Конечно, на белом фоне. Летом это гораздо легче делать. Носить светлые контрастные оттенки, либо вообще в идеале белые, для того, чтобы легко было клеща обнаружить на одежде. На темном фоне, конечно, обнаружить намного сложнее. Это первое. Во-вторых, пользоваться специальными средствами, можно отталкивающими. Еще одна рекомендация от врача-аллерголога – самостоятельно не удалять клещ после его обнаружения. Основное правило заключается в том, чтобы вытащить его полностью. Конечно, в первую очередь, не пытаться самостоятельно отвинтить или вытащить клеща. Потому что это может быть технически не очень правильно сделано. И в случае ошибочного вытаскивания клеща оторвется головка. Именно там локализуются железы. Именно оттуда произойдет выброс слюны. А слюна – это как раз таки источник заражения баррелями. Самым опасным временем, по мнению врачей, считается май и июнь. Именно в этот период регистрируется наибольшее количество обращений. С июля активность клещей снижается. Однако врачи призывают не терять бдительность. Яна Блиева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск. Сегодня. В Министерстве культуры началась подготовка мероприятий на майские праздники. Согласно плану, уже 2 мая в Госдрамтеатре пройдет концерт Московского театра «Песни Яр». При поддержке Россотрудничества 8 мая по традиции состоится возложение гирлянды славы к вечному огню. Тем же вечером на сцене Государственного театра выступит оркестр народных инструментов «Ойзелд». 9 мая в 11 часов состоится военный парад на театральной площади нашей республики, за которым пойдет шествие бессмертного полка. Дело в том, что в России отменили в этом году проведение этого мероприятия, но Южная Осетия проводит наша республика. Мы хотим почтить память всех погибших в Великой Отечественной войне. Также в этом шествии пройдут и фотографии наших ребят, которые погибли в Донецке и в Луганске. Пройдет автопробег, который будет организован силами студентов Юго-Остинского государственного университета. И в 13.00 перед зданием государственного университета будет проходить концерт. В Пионерском парке после парада будет проходить акция детского рисунка «Победа глазами детей Южной Осетии». А далее прогноз погоды на завтра, 26 апреля. Завтра в республике будет облачно с прояснениями. В Знаурском районе днем плюс 20, ночью 10 градусов тепла. В Завском районе днем плюс 19, ночью плюс 8. В городе Куайса днем плюс 18, ночью 7 градусов тепла. В Ленингорском районе днем плюс 20, ночью плюс 11. В столице республики Вцхинвале днем плюс 21, ночью 10 градусов тепла. В 20.30 с новостями на астинском языке вас познакомит моя коллега Ирина Габараева. А у меня на этом пока все. Я благодарю вас за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»